С сертификатом о вакцинации, отрицательным результатом ПЦР-теста или подтверждением о недавно перенесенном коронавирусе теперь можно посещать объекты торговли, культуры и спорта в Югре. Правила действуют с этого дня в ряде городов и районов, а с 8 ноября во всем регионе. Сюжет из Нижневартовска. Предъяви на кассе распечатанный с портала госуслуги бланк о вакцинации или его электронную копию, или же справку о перенесенной болезни. Иначе о покупке или предоставлении услуги можно забыть. Сотрудников магазинов в торговых центрах о распоряжении губернатора повестили еще на прошлой неделе. Слечает именно торговый объект. То есть не торговый центр, то есть не на входе в торговый центр, а именно торговый объект, осуществляющий реализацию продукции, либо оказывающий услуг. А на входе в торговый центр охрана попросит надеть маску. Чтобы не допустить большего распространения коронавируса, сотрудники торговых предприятий, за исключением уже переболевших, привиты в полном объеме. У нас также ознакомлены с приказом все сотрудники как нашего предприятия, так и наших подрядных организаций, подрядная организация клининга, подрядная организация охраны, о том, что все сотрудники должны быть 100% привиты. Небольшие торговые точки и спортзалы уже теряют клиентов и прибыль. Сегодня представители малого бизнеса готовы сесть за стол переговоров с правительством региона. Проникновение финанс-индустрии в Нижневарске 4%. То есть, что это такое с точки зрения массовой вакцинации? Ничего. А индустрию мы положим. Соответственно, мы бы начали с мер поддержки. Конкретный мер поддержки. Это грантовые меры поддержки. Это те же самые моратории по кредитам. То есть, это все для того, чтобы, когда бизнес уронили на 50%, и по кредитам, и по возвратам, для того, чтобы, когда у нас вводятся такие ограничения, бизнес выжил, нужно просто поддержать его. Начать его с поддержки, а потом вводить ограничения. Под угрозой закрытия учреждения культуры, даже с максимальной заполняемостью в 50%, после введения новых правил, они получают в свой адрес негатив от потенциальных зрителей. А если ограничения станут жестче, пострадают и те, кто уже вакцинирован. Думаю, как-то люди все это поняли, восприняли как положенное. Поэтому я думаю, я сама уже привилась. И думаю, как-то люди поймут и пойдут на это. И чтобы посещать театры, различные концерты, я думаю, это все воплотится. Жители города проявят свою гражданскую активную позицию и привьются. У них будут в наличии QR-коды, по которым мы сможем посещать данные мероприятия. Я думаю, нет. Новые требования на сегодня действуют в половине муниципалитетов региона. Через две недели пропуск по QR-кодам введут в остальных городах и районах Югры. Распоряжение отменят только после того, как эпидемиологическая ситуация в округе станет лучше. Кирилл Волконский, Александр Титаренко, Вести Югория, Нижневартовск.